всем привет с вами на связи дмитрий науменко и вы смотрите мое юбилейное видео если верить ютюбу это уже 30 по счету и по такому поводу я решил впервые оказаться в кадре свой маленький юбилей я задумал посвятить юбилею посерьезней легендарному ролевому шутеру Deus Ex в этом году исполнилось целых 15 лет 2016 выходит его приквел Deus Ex Mankind Divided так что повод поговорить получается отличный повод собственно взглянуть на игру 15-летней давности и понять можно ли в нее играть сейчас и можно ли ее кому-нибудь советовать традиционно мой обзор поделен на тематические разделы так что вы можете выбирать что вам интересно услышать в первую очередь или сразу перейти к вердикту с плюсами минусами и итоговой оценкой таймлайн на это все ищите в описании или в комментариях видео на канале первый вопрос который приходит на ум из-за возраста игры насколько сильно устарела ее графика ну у нас тут видео обзор так что ее внешний вид вы и сами видите но в целом вопрос конечно спорный объективно первая Deus Ex для своего времени выглядит вменяемо но она не может быть конкурентом современным навороченным играм и особенно сильно это заметно на угловатых моделях персонажей что касается внешнего вида мира то тут дело обстоит явно лучше но все равно не то к чему возможно привык современный игрок кроме того он может столкнуться с некоторыми проблемами стимовской версии game of the year например игра может работать слишком быстро или захват скриншотов и видео в игре может быть затемненным до безобразия но не все так страшно конечно все решаемо в сети полно советов по этому поводу и самый простой и наилучший из них как по мне эта установка фанатского графического мода под названием new vision мало того что он нормализует работу игры так в нем еще и гигабайт с лишним улучшенных текстур специально для обзора я наклепал скриншотов с модом и без мода так что вы сами можете заметить что с модом игра становится привлекательней ссылку на него я оставлю в описании к видео и на этом можно потихоньку заканчивать об эстетике игры она отлично озвучена у нее вменяемый интерфейс и прекрасный эмбиентный саундтрек который кстати в один момент так круто прервался чуть ли не брейкбитом что я мгновенно побежал в интернет искать что же это за трек такой ссылку на него я тоже оставлю в описании к видео так что сможете послушать в общем главное что если у игры эстетический фундамент для поддержания ее атмосферы сеттинга и сюжета однозначно да и вот теперь поговорим о каком же сеттинге и сюжете идет речь сеттинг игры антиутопический киберпанк на дворе 2052 год то есть спустя 25 лет после событий в Deus Ex Human Revolution нанотехнологии всяческие кибернетические импланты давно набрали обороты а вместе с ними и пандемия смертельного вируса под названием Серая Смерть Немногочисленное и дорогое лекарство выделяют только для сильных мира сего отчего обычный народ не на шутку бунтует формирует террористические организации и даже стремится свергнуть национальное правительство при первом прохождении игрок в легкую проведет 30 часов игры в роли Джейси Дентона достаточно остроумного агента специального подразделения ООН по борьбе с терроризмом впереди его ждет ставший традиционный для серии интересный детективно-шпионский боевик с расследованием действий тайных организаций которые ближе к концу приводят к неожиданным и ошеломляющим развязкам к слову концовок всего три и они не зависят от того что игрок делал на протяжении всей игры все решается максимально близко к самому финалу так что при желании не так уж и сложно увидеть все три заставки с другой стороны сюжет в целом достаточно нелинейный что в доброй мере касается смертей определенных персонажей от поступков и фраз игрока зависит кто из них будет жив кто умрет а если кому суждено умереть так или иначе то игрок сможет повлиять на то каким именно образом это случится в общем сюжетных развилок у игры хватает чтоб в свою очередь является лишь слабым отголоском потрясающей нелинейности игрового процесса и вариативность прохождения Deus Ex по праву можно назвать эталонной и дело не только в крайностях а-ля играть бесшумно или стрелять как рэмбо дело в том что и эти крайности разделяются в том числе буквально в начале игры да простят меня за мелкие спойлеры можно либо устроить перестрелку с охранниками и войти через парадный вход либо попытаться узнать пароль к тайному проходу взамен на шоколадку либо вообще пробраться с обратной стороны здания если в тело дэнтона будет встроена подходящая аугментация аугментация иными словами улучшение или имплант это одна из ключевых вещей способствующих в прохождении игры тем или иным стилем совместимости от части тела в который вживляется имплант эффекты соответственно отличаются это может быть способность перемещать тяжелые предметы или бесшумно бегать или высоко прыгать и не получать урон при падении с большой высоты и и одними имплантами дело не ограничивается потому что в рамках жанра делу секс не только шутер от первого лица и стелс action это еще и ролевая игра достаточно интересной системой прокачки в ней например напрочь отсутствует понятие повышения уровня персонажа вместо этого игрок получает очки навыков за каждую завершенную миссию и волен тут же их тратить на нужный ему навык если конечно он набрал нужное количество очков и так как очки начисляются не за убийство а за задание и с учетом того что основных и побочных миссий здесь ограниченное количество прокачка в Deus Ex вещь достаточно ответственная все улучшить не получится ну если честно играть навык владения холодным оружием пистолетами винтовками навык эффективности взлома компьютеров или сейфов или систем безопасности короче как и в случае с аугментациями в навыках находятся исключительно те вещи которые влияют на стиль игры и взаимоисключает эффективность его разновидностей Итого полноценно составилась игра только своим внешним видом и местами чуть туповатым искусственным интеллектом А так сюжет у нее прекрасный нелинейный и с тремя концовками главный персонаж запоминаемый озвучка хорошая саундтрек тоже ну а вариативность прохождения можно ставить в пример любой современной игре если вспомнить ее 15-летний возраст то все вышеперечисленное относит Deus Ex к разряду нетленки Прямо таки программная игра на которую стоит обязательно обратить внимание каждому любителю шутеров стелс-экшенов и RPG Особенно если дело касается сеттинга киберпанка На этом у меня все Не забудьте поставить этому видео лайк Подпишитесь на мой канал чтобы следить за обновлениями и смотрите другие мои видео С вами был Дмитрий Ноломенко Чао Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok